Просто сплошным ковром идёт вдоль обочины, рядом поле ячменя. Конечно, ситуация очень плохая. Сотрудники Россельхознадзора в Добринку приехали по звонку. О том, что в этом районе растёт карантинный сорняк, они знают уже несколько лет. Но, несмотря на все предупреждения, местные предприниматели не спешат избавляться от опасного растения. Повелик поливает карантинный объект в первую очередь. Опасен он тем, что он очень плавно распространяется в поля, с обочин дорог. И тем самым ухудшает качество и количество урожая. Что наносит большой экономический урон нашему региону. Вот так выглядит опасный сорняк. На первый взгляд, Повелика напоминает паутину или леску. Избавиться от растения не так-то просто. Глава местного хозяйства Владимир Путилин за своими полями хоть и следит, но истребить сорняк до конца до сих пор не смог. Где-то маленькие очаги вот собираем там, срезаем лопатами, убираем, отвозим, сжигаем. Вплоть до того, что вот даже пропановый баллон и сгорелка для кровли тоже сжигаем, выжигаем те места, где она растет. Повелику считают одним из самых умных и хитрых сорняков. У нее абсолютно нет ни корней, ни листьев. Вот так она присасывается к растениям, питается и живет за счет них, как паразит. Хозяину поля, где растет карантинный сорняк, придется заплатить штраф от 5000 рублей. А собранную повелику будут исследовать в лаборатории. После того, как подтвердится вид, с полей, где размножался сорняк, возьмут пробы культур. Если в них обнаружат вредные семена, ячмень упадет в цене как минимум вдвое. Татьяна Кощук, Юрий Талдыкин, ТВК Новости.